Всего 4 года назад в пищевой промышленности Славянского района появилась компания с мировым именем. Лебединская усадьба принадлежит немецкой компании Дюллер и ведет деятельность более чем в 130 странах мира. Основное направление работы – поставка концентрата для производства соков. Свою продукцию предприятие отправляет в адрес таких известных компаний, как Кока-Кола, Пепси-Ко и Сады Придония. Его суммарный рынок в России оценивается в 90%. Производственные мощности завода по изготовлению яблочного концентрата компании Лебединская усадьба в Славянском районе расположены в промышленной части города. За год завод перерабатывает более 40 тысяч тонн яблок, из которых получается порядка 100 миллионов условных банок яблочного концентрата. И год от года показатели производительности растут. Основные объемы работ приходятся, конечно же, на летний период, когда яблок в районе и близлежащих территориях более чем достаточно. Но в межсезонье завод полностью не останавливается. Такая круглогодичная деятельность обеспечивает постоянной занятостью более чем 60 работников предприятия, а также способствует пополнению консолидированного бюджета края более чем на 10 миллионов в год. Положительный экономический климат Славянского района позволяет руководству компаний двигаться вперед. Мы проанализировали рынок. Рынок мы видим, что не только в район, но и в Красноярский край приходят новые инвесторы, сажаются новые сады. И наши показатели растут год от года, поэтому мы приняли решение об увеличении наших мощностей. Намерение о расширении производственной базы было подписано между руководством компаний и администрацией Славянского района на экономическом форуме, прошедшем в начале 2019 года в Сочи. Мы планируем увеличить наши мощности, нашу существующую заводу ровно в два раза. Мы планируем перерабатывать до 80 тысяч тонн в сезон фруктов и овощей. Если на данный момент мы выпускаем только яблочный концентрат, мы планируем выпускать соки прямого отжима и пюре. Наш инвестиционный проект позволит увеличить не только производительность нашей продукции, а также создаст новые рабочие места, это порядка 100 человек. По проекту работу завода обеспечит новейшее европейское оборудование, сборка которого уже началась. Возведение новых производственных мощностей планируется завершить за три года. По прогнозам, на самоокупаемость завод выйдет уже через семь лет. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».